Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто» с вами Юлия Руднева. О причинах и последствиях отравлений угарным газом в Ульяновской области мы расскажем в этом выпуске. По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в 2023 году от отравлений угарным газом пострадало 79 человек, из которых 51 скончались. Количество пострадавших увеличилось более чем на 10% по сравнению с 2022 годом. К сожалению, отравление угарным газом происходит ежегодно в период отопительного сезона. Подобные происшествия чаще всего заканчиваются летальным исходом. Так, в конце декабря 2022 года в результате отравления погибли двое жителей Майнского района. Днем 29 декабря в доме в поселке Игнатовка Майнского района обнаружены тела 74-летней женщины и 73-летнего мужчины, причиной смерти которых предварительно явилось отравление угарным газом. Трагедия произошла в частном доме на улице Степана Разина. Особенно опасны отравления угарным газом в многоквартирных домах, так как они приобретают массовый характер. В середине декабря 2023 года от интоксикации пострадало 9 ульяновцев, двое из которых погибли. Утром 15 декабря в квартирах дома по улице Пионерской рабочего поселка Цильно были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти предварительно явилось отравление угарным газом. Также несколько жителей многоквартирного дома госпитализированы. Им оказывается необходима медицинская помощь. Еще семь человек были госпитализированы. Четверо из выживших – дети. Они получили лечение в Ульяновской областной детской клинической больнице. У них было состояние оглушения. Всем детям проводилась интенсивная терапия. Все получили лечение и выведенные при поискной помощи. Это гиперпиологическая оксигенация. У нас есть барокамера. Трое взрослых были доставлены в Ульяновский областной центр специализированных видов медицинской помощи в тяжелом состоянии. Получив своевременное лечение, все пострадавшие пошли на поправку. Их успешно выписали. На месте происшествия также провела проверку прокуратура. Здесь произошедшему прокуратуру Цельницкого района Ульяновской области проводят проверку деятельности должностных лиц, специализированной организацией по обслуживанию тридомового газового оборудования, а также контролирующих органов на предмет своевременности, анализ соблюдения хозяйствующих субъектов, требований, техники, безопасности, обеспечения и эксплуатации соответствующих коммунальных инфраструктур. В настоящее время продолжается расследование. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По подозрению в совершении преступления задержан директор управляющей компании, которая оказывала услуги жителям многоквартирного дома. Еще одна трагедия произошла в январе 2024 года в многоэтажке Свияжского района Ульяновска. В этот раз пострадала семья – мать, сын и его пожилая бабушка. Предварительно установлено, что утром 7 января в квартире дома по проспекту 50-летнего ЛКСМ было обнаружено тело 13-летнего мальчика. Причиной его смерти предварительно явилось отравление бытовым газом. Две женщины из этой квартиры госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время назначен комплекс необходимых экспертных исследований. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Отравление угарным газом вызывает в организме кислородное голодание, поэтому симптомы сильно отличаются в зависимости от степени. От обычной слабости до моментальной смерти при высокой концентрации вещества в воздухе. Легкая степень проявляется легким недомоганием, головокружением, сонливостью, головной болью. Зачастую пациенты воспринимают это как, что у них повысилось давление, либо какой-то гипертонический кризис, либо просто привычная головная боль. И все мы приходим домой вечером уставшие, сонливые. И первые симптомы легкой степени, они не воспринимаются даже за какую-то симптоматику. При более тяжелом отравлении человек начинает терять сознание, появляется тошнота, рвота, судороги. И при более тяжелой форме отравления – это потеря сознания, с отсутствием рефлексов, с остановкой дыхания и, соответственно, остановкой сердечной деятельности и наступлением смерти. При этом, если в помещении плохо циркулирует воздух, отравление может стать хроническим. Длятся десятилетиями, и люди думают, что такое плохое здоровье, то гипертонический кризис, то голова болит, то в сон клонит, то какое-то недомогание, то связывают это с осенним авитаминозом, то с весенним авитаминозом. То есть вот такие моменты. И каждый раз, когда включается колонка, люди чувствуют такую непонятную слабость, сонливость. И не связывают это абсолютно никак с тем, что идет хроническое отравление. При тяжелом отравлении угарным газом возможны и долгосрочные последствия. Бывают исходы с инвидидизацией, с неврологическим дефицитом в последующем. То есть нарушается речь, движение в конечностях, возможно даже наступление вегетативных состояний. То есть когда погибает кора головного мозга, ядра головного мозга, то есть пациент оказывается невозможным к восстановлению когнитивных функций, мыслительных, интеллектуальных функций. То есть это человек, навсегда прикованный к кровати, к сожалению, становится глубоким инвалидом в конечном итоге. Также после отравления возможны инфаркты, аритмия, почечная недостаточность. Поэтому крайне важно своевременно оказать первую помощь пострадавшему. Самое главное человека удалить из очага поражения, вывести на свежий воздух, максимально дать возможность ему дышать свежим воздухом, то есть вывести на улицу, все стесняющие одежду снять. Если человек без сознания, есть признаки остановки сердечной деятельности, отсутствие дыхания, начать незамедлительно проводить реанимационные мероприятия, то есть непрямую массово в сердце, дыхание рот в рот. Если человек рвет, он опять же в полубезогнательном состоянии, то есть положить его на бок, чтобы, не дай бог, рвотные массы не попали в дыхательные пути. Последствия отравления могут проявиться не сразу, а спустя несколько дней, поэтому необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием. При отравлении угарным газом незамедлительно покиньте помещение и выведите пострадавших. Вызовите скорую помощь. Окажите пострадавшим первую помощь при необходимости, если есть признаки остановки дыхания. Обеспечьте массаж сердца и дыхание рот в рот. При появлении тошноты переверните пострадавшего на бок. Угарный газ образуется при горении чего-либо, например, когда работает плита, колонка или при пожаре. В отличие от природного, который используется в быту, газ, образованный в процессе горения, не имеет запаха, поэтому представляет особую опасность. В случае, если в помещении плохая вентиляция, но есть газовое оборудование, создается благоприятная среда для отравления. Причиной отсутствия тяги может стать безответственность собственников жилья. Ситуации разные. Давайте основные из них разберем. Например, собственник помещения, неважно, многоквартирный дом или частный дом, установил газовое оборудование, которое не предназначено для использования в закрытых помещениях. Однозначно он. Либо он решил сэкономить и установил правильное оборудование, но самостоятельно, без выздава специализированной организации. При самостоятельной установке частой ошибкой является то, что люди путают дымоход с вентиляцией, подключая оборудование неправильно. Причиной отравления является и установка вентиляторов, кухонных вытяжек в домах, где это не предусмотрено по проекту. При их установке образуется обратная тяга, и угарный газ, который образуется от работы плиты или колонки, не поступает в дымоход. Возникают проблемы с вентиляцией и из-за халатности управляющих компаний. С другой стороны, бывают ситуации, когда газовщики приходят и халатно проводят или не полностью проводят регламентные работы. С другой стороны, управляющие компании при проверке дым- и вент-каналов могут полениться и не всех обойти и составить акты о недопуске, тем самым просто сократить себе работу. Очевидно, тогда они виноваты. Регламентные работы по газовому оборудованию должны проходить не реже одного раза в год. Если возникает сомнение, то сразу же надо вызывать специалиста, а обследование дым- и вент-каналов должно проходить не меньше трех раз в год. Делает это управляющая компания желательно совместно с представителями газовой организации. В случае, если у вас есть претензии к работе управляющей компании, вы можете оставить обращение на госуслуги.дом. Также бывают ситуации, когда проводят капитальный ремонт и затрагивают дым- и вент-каналы, происходит их захламление. В этом случае ответственность будет нести тот, кто делал ремонт – житель дома либо организация. Еще один способ предотвратить отравление угарным газом – установить специальные датчики. Этот датчик угарного газа практически то же самое, что он выглядит практически так же, как и датчик пожарной сигнализации. Ставится рядом с газовым оборудованием, и при появлении угарного газа определенной концентрации начинается задавать звуковой сигнал. Чтобы не допустить отравления угарным газом, взаимодействуйте со специалистами, которые проверяют газовое оборудование. Следите за их работой. Если возникают вопросы, обращайтесь в обслуживающую организацию. Производите установку и ремонт газового оборудования только через специалистов. Установите специальное оборудование, позволяющее контролировать уровень образования токсичного вещества. Угарный газ называют тихим убийцей, ведь токсичное вещество не имеет цвета, запаха и вкуса, но способно поразить организм в считанные минуты. Поэтому лучше подстраховаться, установив специальные датчики, чтобы избежать отравлений. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин